В преддверии Светлой Пасхи и майских праздников нельзя забывать о самом главном – безопасности. По вопросам соблюдения требований противопожарной и антитеррористической безопасности прошло совещание в районной администрации. Обсудили расстановку сил и средств по обеспечению правопорядка во время массовых мероприятий. Речь идёт прежде всего о празднике весны и труда и Дне Победы. Меры безопасности должны быть приняты на все случаи жизни, особенно центр города Александр Николаевич. Какие-то проходные дворы, калитки – это всё должно быть закрыто, опечатано, стоят ответственные люди. В праздничные дни полицейские и казачьи отряды будут нести дежурство в усиленном режиме. Важную роль в обеспечении безопасности населения выполняет взаимодействие всех структур. Необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Период подготовки к мероприятию считаю необходимым. Первое. Силами администрации городского и сельских поселений необходимо своим распоряжением определить ответственных лиц за учреждение контроля за ходом подготовки и проведения мероприятий. Оценки состояния общественной безопасности и антитеррористической защищённости. Взять под личный контроль оказание содействия подразделения правоохранительных органов и других ведомств в задействованных мероприятиях по обеспечению проведения праздников при необходимости предусмотреть выделение автотранспорта. Обеспечить противопожарную защиту в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Провести проверку эффективности реализуемых мер по охране мест проведения праздничных мероприятий, прилегающих территорий, неконтролируемых помещений и иных мест, возможно, закладок взрывных устройств. Обсудить ситуацию по обеспечению безопасности в поселениях с активом поселения и с приглашением представителей правоохранительных органов, общественности и казачества. Сотрудникам МЧС России необходимо обеспечить обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности от собственников объектов, на которых планируется проведение праздничных мероприятий, требовать незамедлительного устранения выявленных недостатков. С учетом проведенной рекогностировки произвести расстановку сил и средств, задействованных на обеспечение правопорядка и антитеррористической безопасности в период проведения мероприятий. Обеспечить плотность и эффективность применения нарядов отдела МВД России по Лобинскому району, обеспечивающих безопасность мероприятий. Усилить меры антитеррористической и дорожной безопасности на объектах общественного транспорта, которые осуществляют перевозку по району и городу. Отделам МВД Лобинского района изданы приказы об организации практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. На храм общественного порядка при проведении религиозного праздника Пасха на ночные мероприятия в храмах и церквях с 22.00 часов 27 апреля текущего года до 4 утра 28 апреля планируется задействовать около 50 сотрудников отдела внутренних дел. Пешие наряды полиции будут задействованы на мероприятиях в зоне котлованов, а также пешие патрули вокруг водоемов в местах прохода граждан и автостоянки. 7 мая пройдут поминальные дни на кладбищах города и района Радоница. Исходя из опыта прошлых лет, в них также примут участие большое количество граждан. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности планируется задействовать не менее 60 сотрудников отдела внутренних дел. В адрес командира войсковой части 32.19 подготовлены письма с целью задействования веренного личного состава части на оказание содействия в части проведения обследования кинологами войсковой части мест проведения мероприятий совместно с кинологами отдела Министерства внутренних дел России по Лобинскому району, а также осуществление охраны правопорядка в дни проведения мероприятий.